Продолжение следует... Так, коллеги, вопросы какие? Нет вопросов. Продолжение? Поступило обращение ЗАО МИУСа возможности строительства лабораторного и располагательного корпуса. Земельный участок с поименованным кадастровым номером площадью 6346 квадратных метров расположен по адресу Тула, привокзальный район улицы Нижняя Студенка. Занимаемся мы разработкой и производством электротермического оборудования. Работаем на оборонку очень много, в том числе и на Тульскую. На фирме 110 человек. Средства собственные в следующий год обязательно поставим, введем в эксплуатацию. Количество рабочих мест не менее 20, рассчитываю больше, но здесь не со мной это связано с кадрами. Трудно очень найти. По строительству спортивного комплекса с искусственным льдом. Земельный участок ориентировочной площадью 5798 квадратных метров расположен по адресу Тула, Зареченский район, улица Литейная. Предполагается предоставление данного земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта. В общем, формируется большой спортивный кластер, практически уже сдается теннисный центр, открытые плоскостные спортивные сооружения будут и планируется дополнительно, поэтому это будет очень хороший в Зареченском районе спортивный кластер. Значит, срок реализации данного проекта 3,5-4 месяца. Так, а вопрос про работу. Необходимы коммуникации, потому что под искусственный лед, повышенное количество воды и прочее. Потребуется от города, конечно же, коммуникация, электричество, водоснабжение, водоотведение. Такая ассоциация есть. Коробник, да, извините. Металл-какас, возможно, вы пооформите абсолютно правы, но действительно, та геология этого места, которое находится, не позволяет возводить действительно серьезные архитектурные какие-то формы, которые могли бы более украсить. Дело нужно, детишкам у нас уже в Рогожинском парке не хватает, уже пищат, в очереди стоят по 3 дня, не на съезд спортшколы не хватает, то есть каток нужен реально. В администрацию города Тулы поступило обращение общества флюз-девелопмента возможности строительства административно-торгового здания, расположенного по адресу Тула, Зареченский район, улица Октябрьская, дом 1. Земельный участок площадью 8068 квадратных метров находится в аренде у заявителя с разрешенным использованием для строительства здания торгового центра. Срок строительства данного объекта, поскольку он нестандартный, мы предполагаем где-то порядка полутора до двух лет. Рабочих мест в стандартном магазине порядка 30, здесь мы предполагаем размещение нашего также офисного центра по Тульской области, то есть это еще порядка 15-20 человек. Поэтому, я понимаю, предложение рабочей группы принять за основу современный вариант дизайна. Возможности строительства зданий фермерского рынка по Калужскому шоссе в привокзальном районе города Тулы. Земельный участок с указанным кадастровым номером площадью 7713 квадратных метров, территорию эту прекрасно представляем, она уже давно нуждается в своем развитии и благоустройстве. Срок реализации, значит, с первой и второй очереди это три года, рабочих мест около 200, инвестиций порядка 250 миллионов. Ну что, поступило одно предложение, коллеги, поддержать. Обращение общества Демидов Плаза о возможности согласования концепции застройки территории, ограниченной проспектом Ленина, улицы Рязанская, Волоховская в центральном районе города Тулы, с участком застройки по улице Вознесенского, дом 5. Земельный участок площадью 10604 квадратных метра предполагается строительством многоквартирного жилого дома со встроенными пристроенными жилыми помещениями дошкольного образовательного учреждения. Устройство строительства, то есть планируется то, что мы застроим это в 2016 году. На сегодняшний день запроектировали более 8,5 тысяч метров квадратных. Объект разработан уже в стадии проектной документации. Мы оказались, конечно, пилотными, то есть все требования по инвалидам исполняются. Мало того, предусмотрены по заданию заказчика, предусмотрены квартиры для инвалидов на первом этаже. Мы разработали новый проект, то, из чего еще в Туле не было, с зоной безопасности для инвалидов. Плюс разработан встроенный-пристроенный малокомплектный детский сад на 10 человек. А как у вас вообще продажи сейчас идут? Ну, это больше я проектировщик. Ну да, как продажа сейчас. 30 квартал в месяц у нас средний. Продавите, да? Ну, то есть, в принципе, это достаточно для того, чтобы без привлечения внешнего финансирования, да? Да. Ну, я просто задаю вопрос к тому, чтобы, так сказать, не получилось, чтобы начали строить. Вы, да, говорите, нам достаточно. То есть, сможете, да? Да. Группа возможности согласования концепции застройки квартала ограничена улицами Пушкинская, проспект Ленина, улица Фридрик Энгельс и улица Гоголевская. Предполагается строительство жилого дома со встроенными торговыми помещениями, эксплуатируемой кровлей и встроенным пристроенным паркингом. Также предполагается реконструкция административного здания под многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и гаражом-стоянкой. Предполагается строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, общественного назначения и встроенным подземным паркингом. Что касается памятника архитектуры, находящегося на углу улицы Фридриха, Энгельса и Пушкинской, совместно с инспекцией по охране памятников, проработан вопрос с московскими экспертами. Сейчас фотографии полистайте, чтобы было видно существующий внешний вид. С московскими экспертами по охране памятников проработан вопрос, предварительно с ними согласованы все объемно-позрачные решения. До тех пор, пока вы не предоставите квартиры для расселения указанных граждан, разрешение на строительство какого-либо из новых жилых домов выдаваться не будет. Сначала мы решаем вопрос по расселению граждан, которые нуждаются в расселении, и после этого приступаем к фактическому освоению данной территории. Я думаю, есть предложение концепции принять, все остальное будет дорабатываться. Нам пожелать всем активной работы, более принципиальной. Будем надеяться, что количество инвесторов у нас не уменьшится. Всех с наступающим. Спасибо. 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 Спасибо.